так на чем остановились значит мы с вами говорили про определение вероятностного пространства и рассмотрели три способа его задать классическую вероятность схему вернули геометрическая вероятность вот собственно теперь давайте поговорим про общее определение вероятности в случае когда мы когда мы воздаем число и прямой а именно поговорим про распределение вероятности да то есть в случае когда у нас множество элементарных событий случае когда у нас множество элементарных событий абстрактное мы говорим про абстрактное вероятность на пространство каким-то образом задаем множество событий каким-то образом Мы задаем вероятностную меру, но в теории вероятности мы с вами будем в основном изучать события, связанные с числами, то есть какие-то, так скажем, моделировать какие-то эксперименты, результатами которых являются числа, что, в общем-то, соотносится с потребностями, скажем, математической статистики. То есть мы хотим, одна из наших задач — это научиться предсказывать или что-то прогнозировать по имеющимся данным. И, как правило, эти данные связаны с числовыми характеристиками случайных величин. Поэтому уместно изучать вероятностные меры на баррельской сигмалгевре, и вот такие вероятностные меры называются распределением вероятностей. Значит, давайте запишем, что такое распределение вероятностей. Итак, значит, распределение вероятностей. Ну, распределение вероятностей — это просто вероятность на меры на баррельской сигмалгебре ВР. Мы можем говорить и про многомерное распределение вероятностей, но сперва давайте поговорим про одномерное. Это вероятность на R, B от R, где B от R это Боррелевская сигнала гибра ВР. То есть каждому Боррелевскому множеству мы ставим соответствующую вероятность. И событиями у нас являются Боррелевские множества. Интуиция, я думаю, понятная. Мы можем говорить про какие-то случайные события, связанные с числами. Например, температура при изучении какого-нибудь физического явления и любые другие величины, измеряющиеся в числах. Вас могут интересовать события, какая у вас вероятность того, что температура попала в какой-то заданный интервал. И интервал как раз с Боррелевским множеством. Вот вероятность на... Значит, ну то есть еще раз. То есть мы каждому Боррелевскому множеству ставим соответствие число. Дальше у нас будут какие-то разные способы задания вероятности на Боррелевской сигма-алгебре. И задавать вот прямо распределение. В общем случае, ну непонятно как, да? То есть надо каждому Боррелевскому множеству поставить соответствие вероятности. Поэтому уместно задать распределение на какой-то порождающей системе множеств, для которой, в общем-то, распределение будет выглядеть более понятным образом. Например, график можно нарисовать. И для этих целей служит функция распределения. Значит, функция распределения, которая соответствует распределению P. Она просто берет те множества, которые являются лучами. То есть вы рассматриваете из Боррелевских множества только лучи, рассматриваете их вероятность, да? И получаете функцию распределения. Значит, функция распределения, соответствующая распределению P. Это функция, которая действует из R в 0,1. По следующему правилу, f от x равно вероятности луча от минус бесконечности до x, в случае x. Вот это вот требование, то, что нужно включить x, оно в каком-то смысле искусственное, да? Мы могли бы, в принципе, все то же самое делать, если бы мы x не включали, рассматривали бы открытые лучи. Но это нужно просто для какой-то универсальности. То есть, как правило, когда говорят про функцию распределения, то имеют в виду именно закрытые лучи. Но иногда функция распределения называют вероятность открытого луча. Вот мы с вами будем именно так считать, что функция распределения — вероятность таких лучей. Ну и понятно, что так как мы с полукольца можем меру единственным образом перенести на сигма-алгебру, то верно следующее утверждение, что по функции распределения однозначно восстанавливается распределение вероятности. То есть, если вы знаете функцию распределения, то все вы тем самым задали распределению вероятности. То есть, если у распределений по 1 и по 2 совпадают функции распределения, то вообще эти распределения одинаковые. то P1 равно P2. Это просто следует явной стеоремы о единственности продолжения меры с полукольца на сигма-алгебру. Как я уже сказал, функция распределения хороша тем, что это более понятный объект, чем распределение вероятности. С ним проще работать. Например, вы можете построить график функции распределения, так как это функция ZR01, вы можете построить ее график, и он будет выглядеть типично. Что значит типично? Выполняется некоторый набор свойств для функции распределения, которые для всех функций распределения верны, которые делают этот график типичным. Что это за свойства такие? Давайте я их перечислю. Свойства функции распределения. Во-первых, она не убывает. Во-вторых, предел в плюс бесконечности и в минус бесконечности равен, соответственно, единице и нулю. То есть предел при х, стремящемся к плюс бесконечности f от х, равен нулю. Ну и, наконец, в-третьих, эта функция является непрерывной справа. Ну, то есть можно, так скажем, нарисовать типичный график функции распределения. Давайте прикинем, как она будет выглядеть, раз у нас есть три таких свойства. Ну, значит, ну мы вообще знаем, что она действует в отрезок 0,1, поэтому выше, чем за прямую параллельную оси х, которая находится на высоте y равно единице, она выйти не может так же, как и не может опуститься ниже нуля. То есть это вот график, который находится в этой полосе. При этом он не убывает и непрерывен справа, и пределы в минус бесконечности плюс бесконечности равны 0,1 соответственно. То есть это что-то такое. Так, где-то, в принципе, может быть разрыв какой-то, где-то, в принципе, разрыв какой-то точки, но в этой точке он будет именно, если он разрыв, то разрыв слева, да, а справа будет, он непрерывен. То есть что-то такое происходит. Как-то так выглядит типичный график функции распределения. Ну и давайте разберемся, почему действительно это свойство выполнено, хотя это более-менее очевидно. Можно вопрос? Да. Книжки еще в третьем свойстве не только непрерывно справа, но и имеют предел слева в каждой точке. Ну, насколько это необходимое условие, если мы его не включили? Это из неубывания. Значит, вот этих свойств, которые я здесь перечислил, эти свойства являются необходимыми и достаточными для того, чтобы функция была, функция распределения, сейчас тоже об этом скажу. То свойство, которое вы сказали, мне кажется, тоже выполнено, но оно следует из того, что эта функция не бывает. Можно вывести? Можно еще вопрос? Да. Как интерпретировать вот такие вот прыжки? То есть, с точки зрения именно вероятности? Как интерпретировать кого? Вот такие прыжки в функции распределения вероятности, как интерпретировать с точки зрения самой вероятности? Да, ну мы тоже будем об этом много говорить, но смысл в том, что, я здесь сразу напишу, что если вот есть у вас, ну неважно, есть у вас скачок или нет, в любом случае вероятность распределения в точке x, то есть, если вы возьмете множество состоящее из одной точки, то это и есть просто значение функции распределения в точке x минус предел в этой функции слева. То есть, высота этого скачка – это просто вероятность вот этой точки. Да, то есть, как говорят, если есть скачок, то, как говорится, в этой точке есть атом. То есть, вероятность просто одной точки положительная. Да, может такое быть, что у вас вообще вся вероятность сосредоточена, скажем, в конечном множестве точек, тогда просто ваша функция распределения будет состоять просто из скачков. То есть, она будет либо постоянная, либо прыгать. И вероятность всех скачков – это будет просто вероятность всех соответствующих x. Правильно я понимаю, что непрерывное справа – это значит, что просто в точке разрыва брать верхнее значение? Да. Ну, то есть, да. То есть, в точке разрыва функция распределения просто равна верхнему значению. Все верно. А мы как-то доказываем этот факт, что вероятность именно точки x равна разности функций? Или мы это просто берем? Это очевидное упражнение. Но мы сейчас будем доказывать, сейчас мы докажем эти свойства, и вы, в общем, в процессе доказательства поймете, что, поймете, почему такие вещи выполнены. Хорошо, спасибо. Да. Но мне кажется, что на семинарах, я не знаю, все ли следуют, все ли следуют задачнику, который я рекламирую, но я думаю, что многие семинаристы следуют ему и на семинарах, соответственно, такая задача-то разбирается. Давайте эти свойства докажем. Во-первых, неубывание. Если, ну, то бишь, если x меньше y, то f от x меньше равно, чем f от y. Но давайте рассмотрим разность между разность между f от y и f от x. Значит, разность равна, ну, по определению, что такое f от y? Это вероятность луча от минус бесконечности до y, включая y. Да, минус вероятность луча от минус бесконечности до x, включая x. Вот. Ну, вы знаете, что если вы... Если у вас есть два множества, такое a и b, такие, что b вложены в a, это как раз этот случай. Так как x меньше, чем y, то луч от минус бесконечности до x вложен в луч от минус бесконечности до y. Вот. Соответственно, такая разность – это просто вероятность полуинтервала от x до y, включая y. Ну, а вероятность – это не отрицательная функция, да, поэтому эта вероятность не отрицательная. Вот. Второй пункт. Пределы. Ну, вы знаете, что предел, предел, там, скажем, по x, стремящимся к плюс бесконечности от x равен единиц, тогда и только тогда, когда для любой последовательности аргументов, которые сходятся к плюс бесконечности, предел равен единиц, да, то есть можно рассматривать пределы последовательностей для последовательности аргументов произвольных. Вот. Если вы докажете, что для последовательности предел такой, то и для для самой функции тоже предел точно такой же вот но причем здесь достаточно рассматривать все не убывающие последовательности то есть мы можем рассмотреть последовательность xm которая не убывает и стремится к бесконечности вот так я это обозначу ну или возрастает да то есть без ограничения общества можно можно считать что мы рассматриваем только возрастающей последовательности вот и доказывать для них и доказывать для них ну почему так ну потому что если если у вас есть и если у вас есть какая-то последовательность которая не является не убывающий но но который тоже стремится плюс бесконечности то все равно вы можете сказать там что начиная с некоторого момента эта последовательность будет больше наперед наперед зафиксированного числа поэтому вы из не убывающей последовать из возрастающей последовательности можете сделать вывод для произвольной последовательности вот поэтому можно рассмотреть только такие и значит что нам нужно значит мы хотим рассмотреть f от xm f от xm и доказать что он стремится к единице что такое f от xm это вероятность множество от минус бесконечности до xm вот значит если я если разруб предел этой штуки посмотреть что происходит ну что это звучит такие это лучи которые увеличиваются да то есть каждый следующий луч содержит себе предыдущий а мы знаем что когда у нас есть последовательность множеств таких что каждое следующее содержит все предыдущие то по свойства непрерывности вероятностной меры можем значит пределы вероятность поменять местами то есть иными словами внутри вероятность написать объединение по всем n вот эти вот этих вот множество а это есть r то есть получается p от r что равно единице по определения вероятностям понятно ли это то здесь я воспользовался просто теорема и непрерывностью вероятностной мера можно поменять местами пределы вероятность до когда вас последовательность вложенных множеств то же самое с минус бесконечности только вложность будет в другую сторону то есть если у вас есть последовательность x а в которой стремиться к минус бесконечности то предел з перед overcome стремящемся к бесконечности f от xn. Это то же самое, да? Предел 3, стремящемся к бесконечности вероятности лучей. И теперь эти лучи, поскольку у вас x-ы стремятся к минус бесконечности, эти лучи устроены так, что каждый следующий содержится внутри предыдущего. То есть у вас убывающая последовательность множеств, поэтому, когда вы поменяете местами пределы вероятности, у вас получится вероятность пересечения по всем n лучей, и это вероятность пустого множества, да, что равно нулю. А можете еще раз повторить, пожалуйста, почему мы имеем право менять пределы и вероятность пустого? Вот у нас было такое вот свойство непрерывности, мы это называли, да, которое говорило, что, собственно, если у вас, ну, в частности, если у вас есть вероятность на мера, если у вас есть последовательность возрастающих множеств, то предел вероятности равен вероятности предельного множества. Что такое предельное множество? Это как раз объединение. Вот видите? А, все, понятно, да. Система возрастающих множеств. Да, здесь ровно оно и есть. Так, хорошо. Третий пункт. Непрерывность справа. Непрерывность справа. Ну, то есть, пусть у вас есть какая-то фиксированная точка, скажем, x0, и есть xn, которые к этой точке сходятся. Сходятся. Ну, давайте тоже считать, на самом деле, что сходятся вот так. То есть, коль скоро мы говорим про непрерывность справа, нас интересуют последовательности, которые сходятся как x0 справа. Опять мы без ограничения общности можем считать, что эти последовательности просто убывающие. Потому что, если вы рассматриваете какую-то произвольную последовательность, которая сходится как x0 справа, ну, опять, для любого, сколь угодно близкого к x0 числа, x0 плюс epsilon, вы можете найти номер, начиная с которого все члены вашей последовательности будут меньше, чем x0 плюс epsilon, ну, и поэтому вы, конечно, можете считать, что ваша последовательность просто убывает. Ну, и тогда предел при настремляющемся к бесконечности f от xn. Это есть то же самое, просто в точности, что я делал во втором пункте. Вероятность множества от минус бесконечности до xn. Здесь это будет вот то, что я делал во второй части второго пункта, то есть множество будет опять убывающее, каждое следующее будет содержаться внутри предыдущего, значит, это есть вероятность пересечения этих множеств. Ну, понятно, что если я пересекаю такие множества, я просто получаю вероятность множества от минус бесконечности до x0, включая x0, и это есть f от x0, что и требуется. Вот. Ну, вот из таких соображений следуют все предельные переходы. То есть вот здесь вот, когда вы меня спрашивали про вероятность одноточного множества x, понятно, что эта вещь доказывается так же. То есть вот эта штука, это есть вероятность множества от минус бесконечности до x, да, а вот эта вот штука, это есть вероятность объединения множеств вида от минус бесконечности до x минус epsilon. Да, по epsilon. Вот это вот предельный переход, то есть что такое f от x минус 0? Это вероятность пределов таких, это предел вероятности таких множеств. Опять, вероятность и предел меняем местами, получаю вероятность объединения вот таких вот множеств. А вероятность объединения таких вот множеств, это, конечно, в точности вероятность множества от минус бесконечности до x, x не включая. Вот. Поэтому я вычитаю просто из вероятности закрытого луча вероятность открытого луча, я получаю просто вероятность точки x. Да, то есть это вот, вот этот вот переход, он как раз следует из, опять же, из теоремы о непрерывности вероятности. так есть какие-то вопросы нет вопросов поехали дальше так вот важно что чем хороши эти свойства но помимо того что мы понимаем как выглядит типично как типично выглядит график функции распределения верну еще следующее утверждение что любая функция для которой выполнены свойства 1 2 3 является функцией распределения некоторого распределения вероятностей любая функция обладающая свойствами свойствами 1 2 3 является функцией распределения для некоторого распределения вероятностей вот опять же это утверждение она очевидным образом следует из теоремы о продолжении о продолжении вероятностной меры с полукольца на сигма алгебру потому что вы просто значит вы просто рассматриваете чего просто рассматриваете вы просто рассматриваете полукольцо объединений объединений например полуинтервалов и говорите о том что ну давайте просто определим p от a b как f от b минус f от а да вот положим p от a b равно f от b минус f от а ну понятно что такая функция будет обладать свойствами вероятности потом продолжаем единственным образом на b от r на сигма алгебру и собственно все вот поэтому можно еще раз какое у нас кольцо значит мы рассматриваем мы рассматриваем объединение вот таких вот полуинтервалов то есть множество вида множество вида 1 1 запятая b 1 объединиться так далее объединиться а n b n рассмотрим множество такого вида и тогда вероятность такого вот множества да это просто сумма вероятностей это и так будет их так хорошо значит со свойствами функции распределения мы разобрались и давайте теперь поговорим про то какие бывают виды распределения ну значит здесь если говорить про какой-то про все возможные способы разделения типов у вас кстати вам вангин и ключ про ли бега стиль тьеса там и про функции распределения разве не рассказывал немножко немножко рассказывал он говорил о том же бывает три типа там абсолютно непрерывный дискретный и сингулярный такого не было нет жаль да но он это больше все рассказывал как дополнительный материал это было на мотане украшев упоминал понятно причем еще очень давно по моему в прошлом курсе не у всех был такой мотан понятно понятно но в общем нам с точки зрения там каких-то задач которые мы будем решать с точки зрения там продолжения в статистике случайных процессов в общем то как именно там раскладывается функция распределения в сумму дискретный и абсолютно непрерывный сингулярный в общем для нас не имеет большого значения и это скорее материал который относится к теории меры чем к теории вероятности поэтому я не буду здесь подобно говорить о чем я хочу подробно поговорить это о двух типах распределения про дискретный и абсолютно непрерывный это для нас очень важно вот поэтому я просто обмолвлюсь что типов на самом деле три и все остальные распределения просто являются суммой этих трех распределений вот они называются абсолютно непрерывные дискретные и сингулярные вот но нас интересует два типа распределений значит и все там задачи которые мы будем рассматривать они будут посвящены именно этим двум типам распределений по ряду причин на которых мы тоже поговорим впоследствии да я могу сказать что такое сингулярное распределение давайте я это сделаю в самом конце я сейчас поговорю про дискретное поговорю про абсолютно непрерывный потом пару слов еще скажу про сингулярное распределение без подробности просто определение да так значит дискретное распределение давайте начнем дискретных ну дискретных распределений смысл очень простой вот это то что я говорил когда у вас функция распределения выглядит как лесенка то есть есть конечная даже пусть будет даже счетная то есть не более чем счетное множество на котором сосредоточена вся вероятность и то есть есть некоторое подможество r не более чем счетно такая что вероятность этого подможества равна единице то есть функция распределения просто будет выглядеть как ступеньки понятно что мы с вами уже сталкивались с этими распределениями когда говорили про когда говорили про распределение про классическую схему и про схему бернули очень шут дискретные распределения такое распределение п что существует не более чем счетное не более чем счетное множество подмножество xv такое что вероятность этого x равна единице ну вот собственно и все значит что тут важно сказать важно сказать что наверное более когда мы говорим про дискретное распределение но вы наверное более понятной характеристикой которая взаимно однозначно создает распределение распределение является такая функция вероятности что ли и мы ее впоследствии надо будем называть плотностью хотя в каком смысле она является плотностью но не в том в котором мы будем говорить как бы мы абсолютно непрерывное распределение вот значит так вот эта функция которая поставит соответственно каждому числу и из x большое ставит соответствую вероятность можно расставить такую функцию p от x которая давайте она будет действовать давайте так пишу p действует из x в 0 1 p от x равно просто вероятность этого x да и понятно что мы распределение будем восстанавливать однозначным образом по этой функции почему ну потому что если мы хотим понять значение функции распределения в точке x ну и также вероятность любого вообще баррель русского множества это неважно нам нужно просто просуммировать по всем скажем игреком меньше либо равным x а таким что они принадлежат x большому p от y да то есть мы есть мы просуммируем все вероятности всех точек которые попали в наш луч там от минус бесконечности до x а мы получим функцию распределения в точке x вот поэтому понятно что вот по такому знаю просто вероятность каждой точки мы однозначным образом задаем распределение и последовательность чисел это более простой объект чем целая функция распределения да который нам нужно знать значение вообще во всех точках хорошо значит какие бывают дискретные распределение давайте проведем ряд примеров ну вот мы говорили про классическую схему и уговорили про схему bernouffer значит классической схеме соответствует так называемое равномерное распределение равномерная значит что вероятности всех ваших x div они одинаково понятно что если распределение равномерное это счетным ваш носитель распределения в Big большой быть не может потому что ну тогда вероятность каждой точки ноль и просуммируем нули счетное число раз и получим 0 до получим противоречие потому что сумму сердца даже на единице поэтому равномерное распределение может быть только на конечном множестве значит первое равномерное распределение будем его обозначать у от какого-то конечного множества у нас ну что это значит значит что для любого икса из x большого вероятность этого икса который мы обозначили по от x равно единице поделить на мощность x вот ну да например там может быть равномерное распределение на множестве из пяти чисел несутся из трех чисел важно что на конечное вот и понятно как будет выглядеть функция распределения давайте попробуем нарисовать ну то есть у нас есть скажем пусть четыре точки четыре точки x соответственно василий мне тоже придется разбить на а можно уточнить сейчас я знаю где не да что-что сейчас доводим примеры дискретные распределения да пример дискетные распределения все правильно а равномерное тоже 2 тип есть два типа равномерных распределений одно дискретное и мы там до кдачи будем абсолютно непрерывные распределения говорить там тоже скажем про равномерное и так значит есть скажем у нас каких-то 4x они не обязаны как-то равномерно быть разбросаны по оси x они могут идти угодно здесь скажем может быть x1 x2 здесь там x3 а здесь x4 например да это совершенно не важно вот значит вот пусть это все четыре точки в которых у вас есть не нулевая вероятность и на всем остальном множестве вероятность 0 это значит что функция распределение до точки x1 будет рано просто 0 да потому что до точки x1 нету точек с положительной вероятностью дальше будет скачок на одну четверть в точке x1 да x2 оно будет оставаться равных она и четвертью дальше вероятность уже луча закрытого ключа влючая точку x2 будет включать две точки да x1 и x2, соответственно, вероятность будет равна 1,2. И вот она будет равна 1,2 до x3. Дальше, соответственно, она станет равна 3,4. И в точке x4 станет уже равна 1, и так пойдет до конца. И вот это всегда будет так, то есть для всех дискретных распределений у вас ступеньки, а в случае, когда распределение равномерное, то высота этих ступенек просто одинаковая, потому что, как мы с вами уже обсуждали, высота ступеньки – это и есть вероятность точки, в которой разрыв функции распределения. Вот, вопросы. Значит, это называется равномерное распределение. Второе – распределение Бернули. Будем его обозначать вот таким вот образом. Значит, это распределение Бернули с параметром p. Бернули с параметром p. Параметром. Значит, что здесь важно? Здесь важно, во-первых, что p – это какое-то число от 0 до 1. Давайте для того, чтобы избежать каких-то тривиальностей, считать, что нет 0, нет 1. То есть, открытый интервал. И если в первом пункте x – это параметр, то есть множество, на котором у вас равномерное распределение заодно, оно может быть любым, главное – конечное. Здесь x – это всегда множество, состоящее из двух чисел, из 0 и 1. И распределение Бернули – это просто распределение, которое соответствует эксперименту с подростком монетке. То есть, если выпала решка или единичка, то вероятность этого события равна p, а вероятность того, что выпал 0 или орел – это 1 минус p. Вот, собственно, и есть распределение Бернули. Вот, то есть, давайте напишем, вероятность 0, которым мы p от 0 обозначали, это 1 минус p, и вероятность единички – это, собственно, p. Ну, понятно, как будет выглядеть функция распределения. У нее будет просто… Я вот такой вот тут мини-график нарисую. У нее будет просто до 0 значение 0. В 0 оно станет 1 минус p. И будет такой идти до 1. Да, от 1 уже пойдет значение, равное 1. Понятно, что вот этот вот прыжок здесь, вот этот здесь прыжок, он разный в зависимости от того, чему равно p. Чем больше p, тем меньше этот прыжок, да, потому что этот прыжок на 1 минус p. Если в случае равномерного распределения все ступеньки одинаковые, то здесь две ступеньки, и они разные. Одинаковые они только в случае p равно 1 вторая. То есть в случае p равно 1 вторая, Бернулиевское распределение превращается в равномерное распределение. Третий пункт – бинамиальное распределение с параметрами n и p. Это, собственно, распределение числа решек при n подвратственных монетке. Сейчас напишем формально. Значит, называется это дело бинамиальное распределение с параметрами. Здесь теперь n – это какое-то натуральное число. Ну, в частности, если оно единиц равно, то распределение просто превращается в Бернулиевское, когда у вас всего одна монетка. p опять – это вероятность решки, какое-то число от нуля до единицы. В данном случае, как я уже сказал, так как у нас речь идет про количество решек при n подвратственных, то их может быть от нуля до n. То есть ненулевые вероятности соответствуют числам от нуля до n, и это и есть наш x. Все числа целые от нуля до n. И, соответственно, p от k, вероятность того, что у вас выпало корешек, как мы понимаем, это c из n по k на p в степени k на 1 минус p в степени минус k. Ну и, наконец, давайте еще рассмотрим. Тут понятно, что есть масса разных… Ну, что масса есть разных дискретных распределений – это понятно. Есть масса разных дискретных распределений, которые являются относительно популярными в том плане, что они где-то там применяются в теории или на практике. Их здесь можно долго перечислять. Я перечислю основные с нашей точки зрения дискретные распределения, которые мы с вами будем использовать. При решении каких-то задач мы ради упражнений можем еще какие-то другие рассматривать, но в целом для нашего теоретического курса этих распределений достаточно. Важным распределением является паосоновское распределение. Почему оно является важным, мы еще отдельно поговорим. Хотя, наверное, Иван Генрихович говорил, как беномиальное распределение сводится к паосоновскому. Мы об этом с вами тоже еще раз поговорим. Но чем оно еще отличается принципиально от распределения, которые мы с вами уже рассмотрели, а тем, что у предыдущих распределений носитель был конечный, то есть множество х, оно было конечное, здесь множество х счетное. То есть вероятность будет размазана уже по бесконечному множеству, но все равно, так как оно счетное, то нормально, что есть последовательность положительных чисел, которые в сумме дают единицы. Вот. Паосоновское распределение с параметром лямбда. Лямбда – какое положительное число. Значит, здесь х – это просто все целые неотрицательные числа. Я их буду обозначать z плюс, то есть 0, 1, 2, 3 и так далее. И вероятность какого-то целого неотрицательного числа k – это есть лямбда в степени k умножить на e в степени минус лямбда поделить на k факториал. Ну, несложно проверить, что действительно это определение и имеет право на существование. То есть, что если вы просуммируете эти положительные числа от 0 до бесконечности, то вы получите в сумме единицу. Ну, следует это из того, что вот если вы вот эти лямбда в степени k и 9 на k факториал суммируете, вы получаете экспонент. Да, это просто ряд тейлеров для экспоненты. То есть, сумма этих лямбда в степени k и 9 на k факториал – это e в степени лямбда, и оно в промножении на e в степени минус лямбда просто сокращается, и получается единица. Есть ли какие-то вопросы? А почему e шли от нуля и отбавится? Почему e z плюс, а не z? z плюс – это включая 0. А, включая? Ну, z – это все целые числа, да? То есть, еще и отрицательные. Я так обозначаю, и не только я. Вот. Хотя иногда, то есть, иногда так обозначают целые положительные, но, как правило, вот так вот обозначают целые неотрицательные числа. Я буду так обозначать именно целые неотрицательные числа. Ну, то есть, чтобы не путать с множеством натуральных чисел, да? Зачем нам отдельное обозначение для натуральных чисел, если мы их n большим обозначаем? Потому что обычно в натуральных есть ноль. Ну, как обычно. Я бы не сказал, что обычно. Да, так тоже иногда считают. Вот. Но вот в моей обычности в натуральных числах нуля нет. Зависит от религии. Да, зависит, в общем, зависит от... Как я уже сказал, функцию распределения тоже можно определять как вероятность там закрытого интервала. И так часто делают. Но чаще определяют, как я сказал. И, как мне кажется, натуральные числа чаще считают положительными. Вот. Короче говоря, я буду обозначать z плюс целые неотрицательные числа, а целые положительные числа я буду обозначать букву n. Так, еще вопросы? Ну, понятно, что здесь, если мы будем рисовать функции распределения, будем рисовать график функции распределения, то здесь уже будет этих ступенек бесконечно много. Так, хорошо. Давайте сейчас поговорим про абсолютно непрерывное распределение. Технический перерыв — две минуты, после которого продолжим говорить про абсолютно непрерывное распределение. Так, давайте продолжать. Мы говорим теперь про абсолютно непрерывное распределение. Значит, такое небольшое отступление. Вообще, понятие абсолютной непрерывности. Вот, к сожалению, Иван Генрихович не успел, я знаю, поговорить про теорему Радона-Никодима и про абсолютно непрерывные меры. Вот. Но в теории меры есть такое понятие абсолютной непрерывности, с которым тесно связано определение абсолютно непрерывной функции. Может быть, на Матане кому-то из вас об этом говорили, раз уж говорили про сингулярное распределение. Значит, это все не важно, поэтому не так важно для нашего курса, поэтому я сейчас то, что я скажу, я описать не буду, просто поговорю как информацию. Значит, если у вас есть две меры, то одна мера называется абсолютно непрерывной относительно другой, если из вероятности того, что вторая мера равна нулю невероятности, если из того, что вторая мера равна нулю на каком-то множестве, следует, что первая равна нулю на каком-то множестве. Вот. В частности, можно рассматривать непрерывность относительно меры Лебега. Вот. И если у вас есть функция, если у вас есть мера, которая у вас абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, то интеграл по такой мере можно сводить к интегралу по мере Лебега. Добавлением под интегралом некоторой функции, да, То есть происходит такая замена, когда вы интегрируете по мере, которая абсолютно непрерывна относительно меры Лебега, то вы в результате переходите к интегралу Лебега относительно меры Лебега, но внутрь интеграла появляется какая-то функция. То есть происходит такая замена переменов, а эта функция, по сути, является якобианом замены. И вот в этом случае говорят про абсолютно непрерывность меры. Можно точно так же говорить не про сведение к интегралу по мере Лебега, а можно говорить про сведение к интегралу по любой другой мере. И будет добавляться какая-то функция, если первая мера абсолютно непрерывна относительно второй. Вот нас будет интересовать именно абсолютная непрерывность относительно меры Лебега, и в этом случае мы будем говорить про абсолютно непрерывное распределение, то есть если распределение вероятности абсолютно непрерывного относительно меры Лебега, мы будем называть абсолютно непрерывным. Вот. И удобны эти распределения тем, что при вычислении интегралов мы будем сводить к интегралу Риммана, да, ну, к интегралу Лебега, который там в частных случаях, который часто возникает, сводится просто к интегралу Риммана, и интеграл вычисляется просто. Вот. Более того, эти абсолютно непрерывные распределения – это очень естественная штука, и к ним сводится там за счет центральной определенной теоремы и других теорем сводится вообще произвольное распределение при достаточно большом количестве испытаний. Вот. Но об этом позже. Давайте сейчас дадим все-таки определение абсолютно непрерывных распределений. Абсолютно непрерывное распределение П. Это такое распределение, что существует плотность, да, вот это вот как раз та самая функция, о которой я сказал. То есть это функция, которая появляется внутри интеграла, когда вы интегрируете по, ну, в данном случае по мере П. Ну, сейчас мы увидим, значит, что такое распределение, что существует. Функция П, которая действует из Р в Р плюс. Значит, под Р плюс я подразумеваю множество неотрицательных целых чисел, о, действительных чисел. Значит, Р плюс – это неотрицательные действительные числа. Такая, что для любого x из R f от x, извиняюсь, значит, функция распределения, соответствующая распределению П, в точке x равна интегралу от минус бесконечности до x P от t dt. Ну, причем тут то, что я говорил в начале, да, я говорил, что интеграл по, интеграл по мере нашей будет сводиться к интегралу по мере Лебега. Ну, вот почему. Значит, что такое f от x? f от x – это вероятность, вероятность множества от минус бесконечности до x, правда ведь? То есть это интеграл от индикаторной функции. То есть это просто есть интеграл от минус бесконечности до x dp, да, где P – это ваше распределение вероятности. Поэтому вот я перешел от интеграла по мере P к интегралу по мере Лебега. И понятно, что это удобно, если так можно сделать, потому что дальше просто интеграл считается как интеграл Риммана. И это очень полезно. Вот. Значит, есть ли какие-то вопросы? А какие-то еще свойства должны быть у P? Или просто из R в R? Нет, никаких свойств. Просто P – это какая-то функция, которая действует из R в R+. Ну, понятно, что раз я говорю такая, что интеграл равен f от x, то этот интеграл должен существовать. То есть это просто интегрируемая функция из R в R+. А мы рассматриваем именно интеграл Риммана, не Лебега. Ну, мы рассматриваем, конечно, интеграл Лебега, да, но для хороших функций он превратится в интеграл Риммана. Да, мы вообще всегда говорим только про интеграл Лебега, а не про какие-то другие интегралы мы не говорим. Но когда мы будем решать задачи, то просто у нас все функции будут интегрироваться по Римману, поэтому при решении задач будем считать, что это интеграл Риммана. Но так как это частный случай интеграл Лебега, то нам даже про интеграл Риммана говорить не имеет смысла. Мы говорим всегда про интеграл Лебега. Так, значит, да, еще один вопрос. Да. Видимо, нет вопроса, да, это просто какой-то случайный звук. Нет, это вопрос. А, вопрос. Как это определение связано с абсолютной непрерывностью функции? Да, я об этом сейчас расскажу. Сейчас я об этом скажу. Значит, это определение действительно тесно связано с определением абсолютной непрерывности функции. Ну, это оно и есть. Значит, что такое абсолютная непрерывная функция? Это функция, которая представлена в виде такого интеграла. значит иными словами когда мы говорим что абсолютно что что п имеет абсолютно что распределение п является абсолютно непрерывным это то же самое что говорит что функция распределения f является абсолютно непрерывным да это просто равносильные вещи значит что здесь важно важно что из понятий дифференцируемости следует абсолютная непрерывность а из понятий абсолютно непрерывности следует пойти непрерывности это очевидно потому что вот это что такое еще раз абсолютно непрерывной функции эта функция которую вы вот представьте виде интеграл отникуют не отрицательной функции в данном случае из этого следует непрерывность в силу непрерывности интеграла люберга да то есть вы можете перейти Извините. А действительно ли из дифференцируемости следует абсолютная непрерывность? Да, действительно следует. В данном случае для функции распределения это так, смотрите, потому что вы можете перейти к интегралу, к пределу вот этого интеграла при х, стремящемся к х0. То есть у вас функция, которая стоит под… смотрите, у вас функция распределения в плюс бесконечности равна единице. То есть на всем r интеграл от вашей функции равен единице, он конечен. Поэтому вы можете перейти к пределу, и он будет равен просто значению функции в точке х0. То есть если вы рассматриваете предел при х, стремящемся к х0 интегралу от нерва бесконечности до х, вы получаете значение функции в х0. Да, поэтому из абсолютной непрерывности следует непрерывность. Теперь почему из дифференцируемости следует абсолютная непрерывность? Потому что если у вас функция дифференцируемая, продифференцируйте ее и возьмите интеграл от производной, вы получите изначальную функцию. Да, то есть утверждение 3. Пусть f дифференцируема. Дифференцируема. Тогда плотность все равно производная от этой функции. Да, но просто возьмите производную и проверьте, и увидите, что действительно будет это равенство верно. Ну, понятно, что по формуле Ньютона-Лебница, если вы возьмете интеграл от минус бесконечности до х от производной функции распределения, вы получите эту функцию распределения. Раз в точке минус бесконечности ее значение равно нулю. То есть это утверждение... Ну, давайте я напишу. Вообще говоря, это очевидно. Значит, пусть p от х равняется f' от х. Тогда интеграл от минус бесконечности до х, p от t, dt равен f от х минус f от минус бесконечности и равен f от х. То есть мы утверждаем, что любая дифференцируемая функция абсолютно непрерывна? Нет, мы утверждаем, что функция распределения, если она дифференцируемая, то она абсолютно непрерывна. Ага, все, понял. Окей. Значит, еще один важный момент. Вот смотрите, я сказал здесь в утверждении, тогда плотность равна. А формально это неправильно так говорить, потому что плотностью, ну, является на самом деле бесконечно много функций. То есть плотность не единственная. Вот здесь это не сказано, да? Здесь сказано, что существует какая-то функция. То есть это целое множество функций, каждая из которых является плотностью одного и того же распределения. И поэтому, когда я говорю, что плотность чему-то равна, я имею в виду, что плотность можно выбрать равной производной от функции распределения. Ну, например, вы можете взять вот функцию, которая вы знаете, что она является плотностью, и в одной точке изменить ее значение. Но понятно, что вот это равенство сохранится от того, что вы под интегральным выражением меняете значение в одной точке, значение интеграла не поменяется. Поэтому, конечно, плотностей бесконечно много. И когда я пишу такое равенство, я имею в виду, что это одна из плотностей, что в качестве плотности можно взять производство распределения. Так, что еще здесь важно сказать? Ну, давайте скажем о каких-то свойствах плотности, а потом поговорим про примеры абсолютно непрямых распределений. Ну, каких можно говорить о свойствах? Во-первых, конечно, интеграл от плотности равен единице. Это, очевидно, следует из определения плотности, потому что если вы перейдете в определение к пределу при экстремящейсях плюс бесконечности, вы получите просто f от плюс бесконечности, что равно единице. Да, так как предел при экстремящемся плюс бесконечности f от x равен просто пределу при экстремящемся плюс бесконечности интеграл от минус бесконечности до x p t dt, что равно интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности pt dt вот и но это мы знаем что равно единица да потому что по по свойству функции распределения самый первый пределами единиц вот ну и все свойственно этом заканчиваются но давайте я в качестве второго свойства напишу что если есть произвольная функция p которая действует из r в r плюс такова что она интегрируема интеграл от нее равны единицы то она является плотностью для некоторого распределения вероятностей то п тире плотность некоторого распределение вероятностей некоторое распределение но это очевидное свойство которое и который доказывается которая доказывается как но давайте положим f от x равно интеграл от минус бесконечности до x pt dt и увидим что f обладает свойствами функции распределения ну всеми тремя свойствами функции распределения f обладает свойствами 1-3 функции распределения ну я проговорю просто это устно это очевидное значит свойство 1 которое заключается в неубывание следует из того что но если вы поставить сюда интеграл от минус бесконечности до x интеграл от минус бесконечности до y если x меньше y то в силу неотрицательности p понятно что интеграл от минус бесконечности до y будет больше либо равен интеграл от минус бесконечности до x вот поэтому свойство 1 выполнено свойства 2 про пределы и свойства 2 и 3 они про пределы там бесконечности в точке на вопрос надо поменять местами пределы интеграл и вы получите то что вам надо вот поэтому все эти три свойства очевидны и действительно если вы таким образом зададите функции окажется что она является функция распределения соответствующей некоторым спине вероятности вот поэтому что это значит это означает что вам для того чтобы задать распределением все это непрерывное достаточно знать плотности вот когда мы сейчас будем говорить про примеры абсолют неприемных в успение мы так и будем делать будем задавать плотности говорит что это плотности является полностью так вот спрей давайте поговорим про примеры если какие-то вопросы Значит, был вопрос про абсолютно непрерывное распределение. Как вы сказали, оно должно являться абсолютно непрерывным. Да, значит, вот можно рассматривать абсолютно непрерывное дискретное распределение. Я для простоты обозначений буду говорить, что оно задано на отрезки. От А до Б. Но вообще понятно, что я сейчас напишу определение, будет понятно, что его можно точно так же рассматривать на интервале или, скажем, на объединении нескольких отрезков. Важно, чтобы это были не лучи. То есть важно, чтобы множество имело конечную меру Лебега. Но в целом можно задать равномерное распределение на любом множестве, которое имеет конечную меру Лебега, просто деля меру подмножества на меру этого множества. Но как это будет выглядеть в частном случае, когда мы говорим про отрезки. Значит, равномерное распределение на отрезки от А до Б. Ну, как я уже говорил, достаточно задать плотность. Значит, плотность просто будет равна 1 делить на длина отрезка умножить на индикатор того, что х принадлежит отрезку. Ну, опять же, как я уже сказал, если у вас есть произвольное множество с конечной мерой Лебега, вы можете сделать точно так же. Можете сказать, что плотность все равно просто 1 поделить на меру этого множества умножить на индикатор того, что х принадлежит этому множеству. Да, но почему я тут говорю про отрезок? Ну, для того, чтобы было сейчас проще написать функцию распределения и проще графики нарисовать. Понятно, что в случае отрезка это все выглядит очень показательно. Значит, как будет выглядеть функция распределения? Ну, понятно, что вам нужно просто проинтегрировать плотность, и вы получите функцию распределения. То есть, функция распределения равна интеграла от минус бесконечности до х, извиняюсь, от плотности p от t до t. Вот, значит, вот у вас написана плотность, поэтому, ну, понятно, что если так случилось, что х оказался меньше а, то там плотность вообще нулевая. При всех т от минус бесконечности до х, если х меньше, чем а, плотность равно нулю, поэтому интеграл ноль. Поэтому нам тут вообще на несколько случаев рассмотреть. Значит, будет ноль, если х меньше, чем а. Дальше от а до b вы просто делите длину под отрезочко, на котором у вас не ноль, а длину всего отрезка. То есть, получится х минус а поделить на b минус а. При х от а до b. И дальше, если х стало больше b, то будет просто единица. Ну, можно рисовать графики и плотности, и функции распределения. Давайте это сделаем. Значит, график плотности. У вас есть отрезок от а до b. Простите, а почему, если х больше b, то у нас будет интеграл равен единице? Смотрите, если х больше b, да, то вот здесь написано, интеграл от минус бесконечности до х. А под интегралом стоит функция, которая не нулевая, только на отрезке от а до b. Поэтому это превратится в интеграл от а до b. Да, то есть при х больше b у вас будет просто интеграл от а до b от 1 поделить на b минус а до t. А, да, понял, спасибо. Вот, ну давайте нарисуем график, и с графиком это будет еще более заметно. Значит, вот наш график плотности. Вот эта вот точка, координата этой прямой, да, координата точки, лежащей на этой прямой по си y. Это 1 поделить на b минус а. Вот, ну и во всех остальных местах ноль. Вот здесь вот ноль, вот здесь вот ноль просто. Вот, не ноль, только на отрезке от а до b. Дальше, значит, когда вы считаете значение функции распиления в какой-то точке, вы берете просто и рассматриваете площадь, да, раз вы интегрируете, вы рассматриваете площадь левее этой точки, вот если вы хотите посчитать интеграл. С правой стороны в другую сторону даже. Что? Справа стрелка в другую сторону тоже будет неправда. Вообще не важно, смотрите, значит, речь… А, это не распределение, да, все. Да, речь идет про плотность, а не про функции распределения, поэтому как вы там, где вы там разрываете, вы вот в каких-то одиночных точках, вы можете значение запихивать куда угодно. Вы можете вот здесь еще одну стрелочку нарисовать, а значение там куда-нибудь поместить на, неважно куда, между левым и правым пределом. Вот, значит, значение функции распределения в точке – это просто есть интеграл, то есть это есть площадь левее вот этой вот, вот этой вот прямой, которую я здесь нарисовал. Да, то есть, короче говоря, действительно, это просто x минус а подлительным минус а. Ну и давайте теперь функцию распределения нарисуем все-таки. У функции распределения как раз никаких стрелочек не будет, потому что, как я сказал, из абсолютной непрерывности следует непрерывность. Поэтому, если у вас распределение является абсолютно непрерывным, поэтому никаких разрывов у него нету, значит, пусть вот тут у меня единичка, вот тут вот опять а, а вот тут вот b. Вот, но раз вы знаете, что разрывов нет, и вы видите, что от а до b это прямая, то вам нарисовать график этой функции очень просто. Значит, вы берете просто значение в нуле, значение в точке а равное нулю, и значение в точке b равно единице, проводите прямую, да, и дальше просто правее b это становится единицей, а левее a это ноль. То есть это функция распределения. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо, значит, ну на самом деле, опять же, как и в случае дискретных распределений, есть много разных интересных распределений, которые там возникают в разных ситуациях, но я, наверное, скажу еще о двух в качестве примеров. Одно будет просто в качестве примера, второе будет важное распределение, к которому мы с вами будем там сводить любые распределения за счет центральной предельной теоремы, об этом мы будем говорить сильно позже, вот, сейчас я просто это распределение определено. Но начну с экспоненциального, с ним чуть проще, с ним удобно считать вероятности, потому что все интегрируется, в случае нормального распределения, там в элементарных функциях интегралы не выражаются. Значит, что такое экспоненциальное распределение? Ну вот экспоненциальным распределением часто моделируют какие-то схемы, в которых вероятности маленьких значений больше, чем вероятности больших. Ну вот в теории массовых очередей, в теории массового обслуживания принято экспоненциально считать, что интервал какой-то задержки, да, или поступления там задач, он имеет экспоненциальное распределение. Ну, например, вы можете рассматривать задачу о очереди в Макдональдсе, да, то есть какая вообще стоит задача. Вот сколько нужно поставить касс, чтобы минимизировать, с одной стороны, время ожидания клиентов, с другой стороны, зарплаты, да, то есть чтобы кассиров не было слишком много, понятно, что если их поставить бесконечно много, то очередей не будет, вот, но да, нужно бесконечно много денег платить, поэтому нам нужно, с одной стороны, сделать, чтобы кассиров не было, чтобы кассиров уложились в наш бюджет, то есть у нас есть ограничения по бюджету, с другой стороны, мы хотим минимизировать, с другой стороны, мы хотим минимизировать очереди, вот. И вот в таких задачах предполагается, что вот всякие интервалы времени типа, интервал времени между заходом двух последовательных клиентов имеют экспоненциальное распределение. Связано это с тем, что чем меньше время, тем больше вероятность. Причем вот эта вот зависимость считается, что она экспоненциальная. Как это определяется формально? Экспоненциальное распределение. С параметром лямбда, где лямбда — это какое-то положительное число. Вот здесь параметр лямбда обозначается, кстати, как в поассоновском распределении. Это неспроста. Между экспоненциальным поассоновским распределением есть некоторая связь, и об этом вы будете подробно говорить в случайных процессах, когда вы будете рассматривать поассоновские процессы, которые как раз имеют прямое отношение к теории массового обслуживания. Экспоненциальная распределение с параметром лямбда, у него вот такая вот плотность. p от x равно лямбда e в степени минус лямбда x, индикатор того, что x неотрицательный. Опять же, что вы тут напишите, индикатор того, что x больше нуля, или индикатор того, что просто x больше нуля, это неважно. То есть будете вы выкалывать эту точку, слева вы ее будете выкалывать или справа. Или какое там вообще значение никак на распределение не повлияет. Но я для определенности пишу вот так. Давайте напишем функцию распределения. Значит, функция распределения – это просто интеграл от минус бесконечности до x от плотности. И тут надо различить, конечно, две ситуации – отрицательный x или оно неотрицательное. Значит, если x отрицательное, то это просто ноль. А если x неотрицательное, ну, надо проинтегрировать. Если проинтегрировать, то понятно, что получится 1 минус e в степени минус лямбда x. Ну и, соответственно, можно нарисовать графики плотности и функции распределения. Зачем я такую длинную нарисовал отрицательную часть? Непонятно. Значит, вот здесь вот ноль у плотности. Вот здесь вот ноль. Вот так я ее выкалываю. Опять же, неважно, как это делать. И в нуле значение лямбда. То есть, вот здесь вот лямбда. И дальше вот такая вот, ну, экспоненциальная, здесь экспонент написан, это выпуклая вниз функция, которая в плюс бесконечности стремится к нулю. То есть, выглядит она вот так. Вот. И, ну, а функция распределения будет выглядеть... ...следующим образом. Значит, это плотность. Опять, при отрицательных х это ноль. Но здесь никакого разрыва нет. Не может быть абсолютно непрерывной функции распределения разрывов. Вот. Но она недифференцируема в нуле, я хочу заметить. Она ведется вот так. Вот. Это функция распределения. Ну, даже несмотря на то, что она недифференцируема в нуле, вы, значит, для абсолютно непрерывной функции распределения, у которых там какой-то конечный есть точек множества недифференцируемости, вы можете просто продифференцировать на каждом участке дифференцируемости и сложить из них плотность. Да. То же самое было в равномерном распределении. То есть вы можете продифференцировать ваши функции распределения. При х меньше х получить ноль, при х от а до b получить 1 делить на b минус а, и при х больше b получить ноль, и вы получите вашу плотность, да. А того, что вы поменяете значение вашей плотности вот в этих точках, где у вас недифференцируема функция, от этого она не перестанет быть плотностью. Поэтому, имея функцию распределения с конечным количеством точек недифференцируемости, вы можете посчитать плотность, просто продифференцировав на участках дифференцируемости. Вот. И третье, собственно, очень важное для нас распределение, это нормальное распределение с параметрами а и сигнал квадрат. Так. Здесь а – это произвольно-действительное число, а сигнал квадрат – это произвольно-положительное число. Значит, ну вот сигнал квадрат – это здесь такое единое обозначение. То есть вот эта двойка, которая над сигмой стоит, и эта сигма, они друг от друга не отделяются. То есть, если хотите просто написать сигму, надо написать корень из сигмы квадрат. Вот. Зачем это нужно? Ну, вот так сложилось, что вот так вот обозначают этот параметр, и у этого есть некоторые естественные причины. Пока я объяснил, что причина только в положительности, но потом мы увидим, что есть некоторая связь с дисперсией, у дисперсии, во время дисперсии там тоже есть квадрат, поэтому эта сигма квадрата возникает естественным образом. Пока вот давай читать, что это такое обозначение единое, да? Эта двойка от этой сигмы не отрывается. Сейчас, возможно, какой буквой обозначается нормальное распределение? Что еще? Это буквой N. Спасибо. Буква N такая у меня. А еще вопрос вот про сигмы. То есть нам не важен знак сигмы, или мы предполагаем, что сигма больше нуля? Никакого нету сигмы. Ну, если вдруг вы где-то увидели какую-то сигму, кто-то там из семинаристов написал или в какой-то книжке есть, но ничего страшного, ну вот, значит, имеется в виду положительное число. Я на этих лекциях буквы сигмы писать не буду. То есть есть только сигма квадрат. Когда я захочу взять положительный корень из этого, я напишу просто корень из сигмы квадрат. Если я захочу взять отрицательный корень, я напишу минус корень из сигмы квадрата. Просто сигма и писать не буду. Понятно, хорошо, спасибо вам. Значит, как определяется плотность? Как определяется плотность? Плотность определяется следующей страшной формулой. 1,9 на корень из 2π7, который придется запомнить наизусть. В общем-то, это несложно, если иметь дело с нормальным распределением, то если с ним какое-то время поработать, подумать над ним, то понятно, откуда все это берется. Но в целом вы должны знать эту формулу, она очень важная. Это плотность нормального распределения. Давайте поговорим отдельно про частный случай, очень важный, который называется стандартное нормальное распределение. Это просто n от 0,1. Ну, то есть плотность будет равна просто 1 поделить на корень из 2π. Совсем просто запомнить. E в степени минус x крат пополам. Во-первых, то, что интеграл от изначальной плотности равен единицы, но интеграл от изначальной плотности замены можно привести к интегралу от такой штуки. То, что интеграл такой штуки равен единицы, это известно. Это несложно доказать с помощью... с помощью... какого-то перехода там к полярным координатам или с помощью перехода к какому-нибудь комплексному анализу. Ну, в общем, короче, доказать, что именно такой интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности равен единицы, это не очень сложно. А вот проинтегрировать его, чтобы получить функцию распределения, не получится. То есть функция распределения — это просто интеграл от этой штуки. И проинтегрировать, я имею в виду, выразить функцию распределения в элементарных функциях не получится. И разве что ее можно записать как такой интеграл. Значит, мы с вами в курсе увидим, как сводится обычное нормальное распределение, замены переменных к стандартному нормальному распределению, но об этом мы поговорим позже. Давайте мы пока просто построим графики, то есть увидим, как ведет себя нормальное распределение. Как я уже сказал, оно очень важное. Благодаря центральной предельной теореме оказывается, что… Я в двух словах скажу, что такое центральная предельная теорема. То есть оказывается, что если вы проводите много-много независимых испытаний, то сумма этих испытаний, сумма результатов этих испытаний, она хорошо приближается нормальным распределением. Что это в частности означает? Ну, например, если вы подбрасываете монетку миллион раз, да, как я говорил и как вы знаете, если вы посмотрите на частоту попадения решек, будет примерно одна вторая. То есть если вы поделите количество решек на миллион, вы получите в пределе, ну там при миллионе подбрасываем, вы получите число, которое очень близко к одной второй. Вопрос в том, что значит очень близко. Вот это число, которое вы получите, это там 0,5,1, например, или это, скажем, 0,5,0,1, или там два нуля после пятерки. Вот конкретно, если вы миллион подбрасывание проведете, то с какой точностью у вас будет 0,5? И ответ на этот вопрос дает центральная предельная теорема. Оказывается, что порядок корень из n, то есть ошибка будет в тысячных. Корень из миллиона – это тысячная, значит, ошибка будет в тысячных. То есть после пятерки у вас будет идти 0, а потом уже может быть не 0. Вот. И это как раз имеет отношение к нормальному закону. Да, я бы сейчас нарисовать. Значит, рисуем плотность. А можно небольшой вопрос? Да. Мы не совсем по теме. А вот эта вот сигма, она как-то связана, когда говорят о отклонении нескольких сигм и так далее? Когда где говорят? Ну, когда говорят о отклонении какое-то количество сигм. Да-да-да, это правило трех сигм, да, вы об этом. Видимо, это тесно с этим связано, не тесно, вообще напрямую с этим связано. Когда приближается что-то к нормальным законам, то вы хотите посмотреть, ну, какие значения будут у исследуемой вами величины с большой вероятностью. Ну, там, с вероятностью 0 за 5 от 99, что ваши значения попадут в какой-то интервал. И вот если вы сначала приблизите нормальным законам, стандартным нормальным законам, то вот вероятность попадания в интервал от минус 3 до 3, вот такой вот штуки, она как раз 0 за 5 от 99. То есть если вы проинтегрируете эту плотность от минус 3 до 3, вы получите почти один. Значит, здесь сигма равна единице. От минус 3 до 3, это получается 3 сигмы. Если вы переходите к обычному нормальному распределению, у которого параметр сигмы неизвестен, то, значит, ну, то же самое, вы должны проинтегрировать от минус 3 корней сигмы квадрата, от минус 3 сигмы, будем говорить, до 3 сигмы. И тогда вы получите вероятность очень близкую к единице, и вот это и называется правилом 3 сигм. Мы об этом подробнее поговорим, когда будем говорить про центральную приемную теорему. Значит, как выглядит плотность? Ну, давайте отметим где-нибудь точку А. Вот если провести через эту точку А вертикальную прямую, параллельную оси ординат, то плотность будет симметрична относительно точки пересечения, ну, относительно этой прямой, правильнее сказать. Вот, она будет выглядеть такой вот горбик и такой вот холмик, да, и потом она спускается вниз, ездит точка перегиба. У меня не очень получилось симметрично, но смысл в том, что она симметрична относительно этой прямой. Вот, значит, а функция распределения, значит, это плотность. Функция распределения будет выглядеть тоже некоторым симметричным образом. А именно, если вы отметите точку 1 и точку 1, 2, вот, то на оси Y, то вот как раз, если вы отметите еще прямую, параллельную оси Y, проходящую через X равно А, то вот здесь вот будет находиться точка пересечения, да, с прямой 1, 2, и вот через нее будет проходить функция симметричным образом. То есть она идет вот так, а потом симметрично идет дальше вот так, и стремится к единице. Вот, значит, параметр А отвечает за то, в каком месте у вас вот эта оси симметрия, да, ну, вот двигаете А и двигается этот холмик. Параметр сигма квадрат отвечает за прижатость к, ну, то есть вот этот холмик, его ширина и его высота зависят от параметра сигма. То есть вы меняете сигму, и холмик становится выше и там уже, или наоборот, более пологий и ниже. Вот, это, собственно, нормальное распределение. Мы, видимо, с вами уже должны закончить, потому что время 12.10. Я обещал, в общем, это все примеры абсолютно непрерывных распределений, о которых я хотел сказать. Мы еще с вами много будем о них говорить и считать там разные характеристики этих распределений, и неоднократно к ним возвращаться. Но я напоследок еще обещал сказать, что такое сингулярное распределение. Сейчас я об этом скажу. Есть ли какие-то вопросы перед этим? То есть гамма распределение мы имеем? Да, по поводу гамма распределения. Гамма распределение, бета распределение, распределение каши, распределение лаплас, есть еще много всяких важных распределений. И я там про распределение каши, например, скажу, когда мы будем про мат ожидания говорить. Про распределение, про гамма распределение не знаю, буду ли вообще в какие-то моменты говорить, но сейчас в этом большого смысла нет. Когда вы на семинарах рассматриваете разные распределения, вам нужно побольше задач порешать. Вот здесь я об этом говорить в общем не собираюсь. Гамма распределение – это обобщение экспонциального распределения, то есть добавление еще одного параметра. Можете сделать более широкий класс распределения, чем экспонциальное распределение, но идея в общем такая же. Это тоже абсолютно непрерывное распределение, для которого функция распределения – это интеграл от плотности. Так, значит, сингулярное распределение. Да, сингулярное распределение – третий вид распределения, для которых, которые как определяются? Это распределение, как и дискретные, сосредоточенные на некотором множестве. Икс, значит, абсолютно непрерывное – это множество, оно размазано, там, отрезок или вообще вся прямая, или там луч. А сингулярное распределение – это распределение, которое сосредоточено на множестве меры Лебега-ноль. То есть дискретные, когда мы говорим про дискретные, то это множество х, либо конечно, либо счетное. Вы знаете, что бывает континуальное множество, у которых Лебега-мера Лебега-ноль. И вот именно такие распределения называются сингулярными. Иногда дискретные не отрывают от понятия сингулярных, то есть вообще все распределения, в том числе и сосредоточенные на конечных, и на счетных множествах, называют сингулярными. И тогда любое распределение представляется как линейная комбинация сингулярного распределения и абсолютно непрерывного. Либо, как чаще в теории вероятности принято, эти понятия разрывают. И считают, что сингулярное – это множество, которое средоточено, это распределение, которое средоточено на множестве либеговой меры 0, но при этом не на конечном и не на счетном. И тогда сингулярное и дискретное – это разные понятия, и тогда любое распределение представляется как линейная комбинация дискретного, сингулярного и абсолютно непрерывного. вот собственно вот что такое сингулярное распределение но у нас значит все все ситуации с которыми мы будем сталкиваться они будут либо дискретными либо абсолютно неприятными можете пример сингулярного нейтривиального привести конечно вы можете рассмотреть контров множество и сказать что и рассмотреть меру любую конечную меру которая сосредоточена контров множестве она будет вот условно как распределить по контру множество меру как распределить по контру множеству меру а что вы имеете в виду как распределить ну вы понимаете проблему вот в чем проблема в том что нету аналога понятия плотности для сингулярного распределения и нету понятия нету понятия плотности по понятным причинам для сингулярного распределения. Поэтому, ну, наверное, я никогда не пробовал этого делать и вообще никогда об этом не задумывался, но, наверное, может быть, можно как-то это явно задать. Я сталкивался скорее с ситуациями, что вот есть сингулярное распределение, нужно про это распределение что-то доказать. Но вот как вот в явном виде, не имея плотности и не имея каких-то аналогов плотности, задать сингулярное распределение, мне не очень понятно. А можно в качестве функции распределения взять ту же контрольную лестницу? Ну, там, расширенную, да. А, то есть вы прилагаете в явном виде функцию распределения. Это хороший мысль. Сейчас. Сейчас, секунду. Да, действительно, это отличная мысль. Правильно. Как-то я сам не сообразил. Можно действительно задать, можно действительно в качестве функции распределения, например, взять контрольную лестницу и сказать, что она является функцией распределения. И тогда это будет действительно, ну, некоторые даже, знаете, некоторые аналог равномерного распределения, хотя неправильно так говорить, но, в общем, да, это будет действительно заданием распределения на контрольную множество. Отличное мысль. Спасибо. Сейчас, а как у нас в примере с контрольной лестницы будет определена вероятность по норме 0? Еще раз. Вы говорите, пусть контрольная лестница является функцией распределения. Тогда у вас точки разрыва вашей функции распределения являются контрольным множеством. И это и есть множество, на котором сосредоточены вероятность на меры. Это множество меры 0. Правильно? Да. Я имею в виду контрольная лестница, которая определена только на контрольную множество. Ну, просто она же непрерывная в идее. Да, она непрерывная, но не абсолютно непрерывная. Все верно. А, вы имеете в виду, что... Че вы имеете в виду? Да, я неправильно сказал про множество точек разрыва. Я, значит, да, это, конечно, неправда. Но правда, что она является непрерывной, но она не является абсолютно непрерывной. Вот. И если вы рассмотрите... Неправильно говорить, да. Если вы рассмотрите множество... Ну, короче, если вы рассмотрите контрольного множества, то есть если вы выкинете из всего отрезка, если вы выкинете множество вот этих, на которых контрольная лестница имеет постоянное значение, все, что останется, это контрольное множество, и распределение будет сосредоточено на нем. То есть, иными словами, вероятность любой пологой части, то есть там, где у вас кантеровая лестница является константой, она равна нулю. Соответственно, если вы вычете из единицы все эти пологие участки, у вас так единица останется, и останется как бы множество ступенек, в каком-то смысле, множество иксов, на которых у вас происходят прыжки, которых на самом деле нет. Вот, и оно так и будет иметь вероятность 1, то есть останется кантером множества, вероятность которой равна единице. Но если вы хотите посчитать вероятность любого множества, ну, соответственно, вам нужно пересечь это, вам нужно просто, например, вы хотите посчитать вероятность отрезка, ну, вы просто берете вашу функцию распределения, вы читаете из значения функции распределения в точке B, значение функции распределения в точке A. Никакой проблемы нет. Вы, имея функцию распределения, ваше распределение можете полностью восстановить. При этом контр-лестница является непрерывной. Предел там плюс бесконечности равен 0, минус бесконечности единицы, минус бесконечности 0. То есть она действительно является функцией распределения. И действительно она не подходит ни под случай дискретного распределения, потому что у вас вообще функция непрерывная. Ни под случай абсолютно непрерывная, потому что не существует плотности. Вот это множество... Почему плотности не существует? Потому что кантровое множество не является... Оно не является ни конечным, ни счетным. То есть у вас получается, что мера не является абсолютно непрерывной относительно меры Либерга. То есть вы не можете, интегрируя, получить какую-то плотность. Иначе бы просто интеграл был равен нулю. Но он не равен нулю, потому что на этом кантровом множестве он единис. Ответил на ваш вопрос? Да, спасибо. Еще какие-то вопросы. Так, друзья, вопросов больше нет. Хорошо, значит, мы с вами сегодня поговорили про распределение в дискретном случае. В следующий раз мы поговорим про независимость и про распределение в многомерном случае. Сегодня одномерный, следующий раз в независимости многомерный случай. И если успеем, начнем говорить про случайные величины. А на сегодня все.